всем привет мои хорошие соскучились и я за вами с вами елена сегодня я решила посвятить мое утро кстати всем доброе утро процедурам которые я провожу ежедневно показать вам рассказать также мы с вами поболтаем о моем похудении как я худела как я плакала и смеялась над своим похудением и так всем доброе утро мое утро началось я начинаю свое утро с душа душ я уже приняла и сейчас самый основной такой момент я начинаю ухаживать за своим лицом что я для этого делаю ну во первых у меня имеется сахар сахар у меня имеется кефир у меня имеется настой ромашки и липы вот такие цветы липы и ромашки аптечные и сейчас я начинаю свой ежедневный ритуал как я это делаю во первых я умыла лицо сперва теплой водой потом горячей водой потом прохладной водой пришла вот здесь на кухню и показываю вам дальнейшие процедуры и так я беру ватные диски опускаю в раствор приготовленный из ромашки и липы и вот так слегка протираю лицо вот так шейку и зону декольте обязательно протираю протерла что я делаю дальше я беру тот же самый раствор липы и ромашки окунаю туда салфетку вот так отжимаю она такая знаете градусов 30 температура и наношу так на свое лицо на шейку и на зону декольте нанесла что я делаю дальше я беру наш сахар добавляя сюда с этого же раствора немножко немножко водички вот так даже пальчиком можно просто перемешать опять беру ватный диск и вот этим сахаром начинаю вот так протирать скрабировать свое лицо не затрагивая область глаз скрабируем получается отличный скраб для нашей кожи вот так шейку ну естественно также зону декольте обязательно девочки просто обязательно минут пять скрабирую да потом беру сухой диск и также сухим диском еще протираю сахар весь остался еще скрабирую беру опять чистый диск чистый опять сахарный раствор и опять скрабирую и все это девочки продолжается в течение ну 3-5 минут вот так хотите иметь красивую кожу красивое лицо без морщин повторяйте эти процедуры вот так теперь я беру опять же чистый диск смачиваю просто в раствор приготовленный из ромашки липы и протирая опять наше лицо пахнет очень ромашкой и липой для нашей кожи для нашего тела это просто благодать опять беру чистый ватный диск опять смачиваю и протираю красота просто красота просто красота теперь протираю сухим диском убираю все остатки нашего раствора сахара вот так девочки протерла теперь что делаю дальше беру опять нашу салфеточку смачиваю вода уже подостыла но это самое нормальное такое и опять вот так протираю все лицо шейку и зону декольте обязательно протерли вот так протерли просто красота беру чистое полотенце что мне такое мягенькое но и вот так просто промакиваю глаза как видите я не затративаю для глаз у меня совершенно другая идет маска вот так все девочки видите протерла все прекрасно даже кожа слегка так покраснела так и должно быть мои хорошие не бойтесь девчоночки как только вы протерли теплой салфеткой ваше лицо начинаете протирать его льдом вот таким вот образом под глазками носик лобик шейку и зону декольте результат просто шикарнейший будет вот так девчонки и результат будет просто шикарнейший ну а дальше продолжим дальше что мы с вами будем делать дальше после нашего льда а после льда мы с вами нанесем кефир на наше лицо знаете девочки когда начинала свое похудение я вообще даже не мечтала о таком результате что я стану легче на 20 килограмм ну такой получилось а знаете получилось почему потому что я верила в себя я поверила не только в себя это верил свой успех то что у меня все получится я смогу доказать не только себе но и вам девочки что можно похудеть в возрасте в возрасте плюс допустим на 15 на 20 на 30 килограмм но мне не надо было сбрасывать 30 килограмм я всего лишь похудела на 20 я считаю что я достигла просто ошеломляющего результата для своего возраста не только не только по похудению но и также я изменила свое лицо свою кожу вот хоть это многие пишут что у меня классические операции какие-то уколы это все неправда думаете мне было легко всегда сделать нет конечно я и ревела я и смеялась над собой у меня были такие моменты в жизни что я просто вообще готовила все бросить и вернуться к прежнему образу жизни потому что было очень трудно было очень тяжело похудение это большой труд большой труд над собой это большая трудная работа которая должна происходить ежедневно ежедневно меняется не только образ жизни меняется лишь весь рацион питания а это знаете нелегко дается но если вы к этому готовы тогда вы сможете все это преодолеть для меня знаете мои хорошие самое главное было то что была поддержка близких мне здесь многие пишут что вот ты похудела когда твой мужик от тебя сбежал ушел не сбежал не ушел я начала похудение вместе с ним когда он еще был дома и знаете он меня очень даже в этом поддержал его поддержка для меня была знаете очень важна поддержка моих детей мне моя доченька часто говорила мам не срывайся не надо этого делать я знаете иногда заходила на кухню готовили же как говорится для своей семьи срывалась съедала кусок пирога кусок какого-нибудь жирного торта картошку жареную я очень люблю но это все преодолимо были слезы были сопли да до того иногда ревела что вот позволил позволила себе скушать лишний кусок торта или там какой-нибудь кусочек запеканки жирный все для меня это был знаете крах крах ну дочь меня поддерживала и говорила мам все будет хорошо ну подумаешь ты съела кусочек этого торта подумаешь ты там съела кусочек там какого-то жирного сала хотя говорят что сало даже полезно для похудения я поверила в себя поверила в то что я смогу и у меня все получилось у меня все получилось и у вас получится обязательно я не обошлась без соплей без слез также было много радости когда каждый килограмм уходит знаете встаешь утром на весы и видишь отмерку меньше то это просто чудесное чувство когда ты наслаждаешься этим чувством своей победой над самим собой ты понимаешь что ты преодолел этот килограмм или там этих там два килограмма или там триста грамм и ты преодолеешь еще другие килограммы и граммы вот это очень важно для нас для женщины особенно возраста плюс кто-то скажет что вот ты здесь несешь несешь пургу там опять начинаешь это самое не нравится не смотрите я рассказываю о том как я это делала для меня важно чтобы вы меня услышали те женщины моего возраста которые хотят снять свой вес мне очень много приходит сообщений писем на почту вконтакте в фейсбуке очень много где женщины просят совета вы меня простите если я не всем отвечаю и если отвечаю то не вовремя просто сообщений сотни просто сотни за день я просто знаете не в состоянии всем ответить вот но я пытаюсь я пытаюсь я пытаюсь вам рассказывать допустим собираю в кучу все эти сообщения и пытаюсь вам вот так вот сделать видео и рассказать что вас волнует вас волновало то как можно похудеть как можно свою кожу привести в порядок я вам рассказала в сегодняшнем видео мне одна моя подписчица роза она просила не называть ее фамилии написала у меня не получается похудеть потому что я постоянно срываюсь я вам сегодня рассказала о своих срывах были у меня также срывы я также хотела чего-нибудь скушать и скушала и кушала вот но потом я себя брала просто-напросто в руки мы без этого никак потому что мы с вами привыкли жить так как мы с вами живем мы привыкли с вами питаться так как мы с вами питаемся мы привыкли делать то что мы с вами делаем но изменить себя тем более в нашем возрасте это нелегко это большой труд который надо нам с вами или преодолеть или отступить вот если вы хотите снизить свой вес добро пожаловать снижайте мы будем только за вас радоваться но если вы боитесь что у вас не получится то это уже ваши проблемы дело в том что у нас с вами вот здесь прекрасно в нашей головке заложено такое что мы даже с вами и не подозреваем именно наше подсознание способно изменить нас с вами когда я только начала свой путь похудения я сразу поняла одну вещь что что если я сама этого не захочу за меня это никто не сделает вот решайте мои хорошие вы будете плакать вы будете смеяться вы будете злиться вы будете топать ножками но вы все равно пойдете к результату потому что вы так этого хотите а если не хотите то хоть топай ножками хоть плачь хоть смейся у вас ничего не получится так что вот так мои хорошие вот как то так кстати у меня там в духовке готовится готовится грудинка а почему я ее готовлю я вам расскажу завтра девчоночки и мальчишечки а как вы думаете а для чего я приготовила эту вкусную грудинку ваши предположения кто отгадает тот получит от меня шикарный приз и так я жду ваших предположений так что мои дорогие до завтра всем вам удачи хорошего дня отличного настроения кто на диете кто следит за своей фигурой легкого вам похудения и всего самого хорошего с вами была ваша Елена отмечая ю и